Идем дальше. Еще один казахстанский клуб. На этот раз Ордобасы также будет встречаться в Лиге Европы против румынского Баташани. Я вот боюсь неправильно делать ударение, но пусть будет так, как сказал. Уже, в принципе, не поменяешь. В общем, здесь, конечно, фаворитом явным Ордобасы не идет. Ордобасы, несмотря на то, что после возобновления в чемпионате Казахстана набрали 6 очков из 6 возможных, в общем, я думаю, что болельщики также рады. Игрой Ордобасы у клуба был камбэк в матче против карагандинского Шахтера, а против ЖИСУ. 2-0 уступали шимкенцы и смогли выиграть этот матч со счетом 2-3. Неплохой футбол демонстрирует сейчас клуб из Шимкента. Во втором туре, кстати, Ордобасы, во втором туре после возобновления во втором матче, Ордобасы минимально обыграла аутсайдера чемпионата Казахстана Каспий со счетом 1-0. Ну, как бы там ни было, Ордобасы владел по ходу матча преимуществом и подходит, в принципе, в хорошей форме. Но, зная, как Ордобасы играет на европейской арене, да, вот если убрать тот сезон, помните, когда был Руссенборг и так далее, в общем, здесь будет очень трудно Ордобасы снова. Мне кажется, просто в головах у футболистов, у руководства клуба как-то все очень плохо настроено на Лигу Европы. И Ордобасы из года в год просто ничего особенного не показывают в Еврокубках. Противостоять им будет Баташани, крепкий клуб из Румынии. В Румынии стартовал чемпионат этого сезона, нового сезона, чемпионат Румынии. И в первом туре Баташани обыграл команду Арджеш. Со счетом 2-3, примерно так же, как и Ордобасы обыграл Житсу. В общем, абсолютно равные команды. И здесь, естественно, нужно брать, я думаю, обе забьют. Команды по разу ворот соперника отличаются. Моя ставка. Ордобасы и Баташани обе забьют.